У нас сегодня в гостях Ларс, он автор курсов русского языка в приложении Бабель. Это большое приложение, знаменитое приложение для изучения вообще иностранных языков. И оказывается, даже они как-то по-особому подготовились к чемпионату мира. Ларс, привет! И что же вы такого сделали? Вы как-то готовите иностранцев к посещению Дикой России? Привет, Марфа! Спасибо, во-первых, за приглашение, что мы здесь. Да, мы готовим. Идея появилась уже полтора года назад. То есть мы уже думали заранее, что будет такое великое мировое событие спортивное в России. И мы подумаем, что это будет отличный шанс сделать специализированный курс для туристов, фэнов, футбольных фанатов, которые со всего мира слетятся в Россию. Ну если коротко, чему вы учите? Пить? Ругаться матом? Не без этого. Обниматься, целоваться. Обниматься, целоваться очень важно. Это очень важно. Для начала все-таки нужен какой-то диалог перед тем, как обниматься, целоваться. Поэтому мы выпустили буквально две недели назад или три, уже не помню, три курса для иностранцев, которые вообще не говорят по-русски. То есть они начинают с алфавита, потом потихонечку тренируются. И, конечно, есть футбольная тематика, футбольная лексика. Но главный фокус все-таки на дружбу и любовь и на культуру России, на города, которые сейчас принимают игры в России. Ну, а хорошо, если кратко, какие это три курса? Три курса. Первый курс называется «Футбол для начинающих». Это что, кричалка? Ты знаешь, Марфа, у меня была проблема найти подходящие кричалки, потому что наши кричалки, русские, они все как бы сфокусированы на определенные клубы футбольные. А таких, чтобы вот общих... Почему? Оле, 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 Россия вперед! Очень русская кричалка, Россия вперед, да. Но так как ребята из разных стран будут болеть за свою команду, а не за Россию. Не знаю, Швеция вперед или Германия. Я учту отличную идею. В следующем курсе сделаем. Да, футбольная тематика, например, желтая-красная карточка, пенальти, такие тоже слова иностранного происхождения, которые очень просто понять иностранцу. Вот, это один блок. Следующий блок — дружба и любовь. Что иностранцы будут делать в России до матча и после матча, да? Хорошо, тогда сразу скажу. Я в Берлине видела в рамках, видимо, этого вашего нового курса стоят билборды, где изображены там два мужчины или два женщины, две женщины, они обнимаются, и написано «Я замужем». Это что и что значит? Может быть, рассказать вообще о начале этой, как эта идея появилась, потому что это связано непосредственно с этими курсами. То есть один из уроков как раз в рамках курса «Дружба и любовь» называется «I'm married, I've been forheirated». То есть мы на разных языках преподносим русский язык. То есть я замужем или я жена по-русски? Тут два варианта. Вот, то есть мы не могли поставить, то есть в течение курса мы объясняем, что есть два варианта, вот. И я довольна, наша команда по русскому языку, мы, то есть курс получается довольно-таки гетеронормативным. То есть так как есть реальность в России, да, мы представляем Россию, какая она есть. Но для, как бы, оформления курса, то есть у нас мы фотографии ставим. Я взял фотографию для этого урока, две руки двух девушек с обручальными кольцами. То есть намек понятен. Но я еще видела двух обнимающихся мужчин. И когда я об этой, когда я об этой идее, когда я это показал, ко мне подошла коллега, который отвечает за бренд Бабли и сказал, «Слушай, интересная тема, давай ее разовьем, давай ее разовьем, как бы в сторону бренда Бабли». И мы начали просто бренд, это буквально было два с половиной месяца назад, и мы начали думать, как это можно преподать всем в мире эту мысль. Мысль о том, что мы за diversity, что значит, да, многообразие жизни, да, что у Бабли, у нашей компании мы очень, как бы, стоим за эту ценность, да, перевод с немецкого, что для нас это очень важно. С другой стороны, то есть подпись на этом билборде «Русский для всех». То есть мы за то, чтобы люди учили иностранные языки в целом, и особенно сейчас русский язык. То есть мы их не отговариваем, мы указываем на какие-то политические, как бы, проблемы. Мы не только в России, но в то же время мотивируем ли, учите, открывайте свои сердца для этой культуры. Кстати, вот буквально вчера Бразилия, официальные власти Бразилии, они предупредили своих болельщиков, ЛГБТ-болельщиков, если уточнять, чтобы те себя более сдержанно вели на улицах в России, потому что в России есть этот пресловутый закон о гей-пропаганде, и что вот их могут оштрафовать. Отличная, отличная связка, Марфа. У меня есть коллега, с которым мы тоже работаем над такой серией презентаций по поводу темы diversity. Его зовут Витер, он из Бразилии, он гей, он голубой. И он изучает русский язык. Он был в Петербурге 2-3 недели, буквально до начала чемпионата мира по футболу. Я его спросил, слушай, как так? Он сталкивался с какими-то проявлениями ненависти. Расскажи, рассказывай его слова, его история. Во-первых, он с удовольствием вернулся бы еще раз в Россию, он обожает эту страну. Он говорил, что русские очень приветливые, очень открытые. Он витрополитически активный человек, и он специально находил гей-бары в Санкт-Петербурге, гей-организации, которые помогают сообществу. И он был в этих барах, он видел радужные флаги, и увидел, что люди, как правильно сказать, гетеронаправленности, гетеронормативные люди тоже были в этих барах. Он не увидел ничего, что могло бы, да, как это правильно сказать. То есть предупреждение есть, конечно. Ну, то есть ни с какими проявлениями агрессии, ненависти он не сталкивался. То есть я могу предположить, что если мы приедем в мой город или в какой-то любой провинциальный город России, что там будет другая картина, конечно, но я просто рассказываю, как человек только что приехал из России. Но для тебя ведь эта ЛГБТ-программа в рамках этого курса, это и часть твоей личной истории. Правильно. Можем об этом поговорить? Можем, конечно, можем. Как это связано? Скажу просто прямо и коротко, я трансгенда, что это значит, я транссексуальный мужчина. Еще раз перевожу, значит, что я был рожден в душе мужчины, но в неправильном теле, в женском теле. Это был уже как бы диагноз, был установлен уже давно, когда мне было 13 лет, все уже было ясно. Но ты был еще в России. Я был в России, очень интересно, что тогда уже могли диагноз установить. Поэтому для меня очень важно, что в нашей компании эта вот ценность, мы такие все разные. Мы на Бабли, мы из 50 разных стран, не только стран, а национальностей. Сколько нас? Нас 600 человек, мы-то все такие разные. У нас разные сексуальные направленности, разные интересы, разные цвета кожи, разные языки. Ну, у тебя нет страха ехать в Россию на чемпионаты? Если честно, я не был в России три года именно по этой причине, потому что процесс метаморфозы, который происходит в жизни транссексуальной... Ты поэтому, наверное, уехал? Я уже в Германии... Сколько я уже? 18 лет. Поэтому, не совсем поэтому я уехал. Было очень много классных программ по обмену между Россией и Германией. Я как-то в этой теме был очень активен, и получилось так, что я приехал на обучение в университете Германии. Как-то так вот совпало. Поэтому мне очень важно и нам всем, в нашей компании, что мы вот из этого многообразия нас всех, как и мы все разные, и, конечно, это межкультурное общение, оно сложное, ты сама знаешь, как это сплотить. То есть как превратить это многообразие в позитив и направить вот какое-то вот в одно русло такое позитивное энергетическое... Почему ты не поехал на чемпионат мира сейчас? Во-первых, я полтора года только и занимался чемпионатом мира. Если бы ты знала, сколько я, и мы тоже все, не только я, вложили в эти курсы. Поэтому для меня это, как сказать, как будто вот... Уже этого наелся. Как будто мы репетировали, репетировали, вот оркестр сыграл сейчас, и ты просто, ну хорошо, ребята, там, режиссер ушел, давайте. Поэтому было бы очень интересно, с удовольствием, но я думаю, лучше после приехать. Скидковый ажиотаж, цены высокие, да? Ну, то есть никакого страха у тебя нет? Нет, сейчас нет, сейчас нет. Когда я как состоявшийся мужчина, да, без проблем. Ну, ты знаешь, что многие говорят о том, что, например, стоило бы вообще бойкотировать чемпионат в России на фоне, во-первых, той политики, которая проводится в России на фоне всех тех грустных событий и новостей, о которых мы слышим. Голодовка Сенцова, вот сейчас это пенсионная реформа. Ты с этим согласен? Или ты считаешь, что футбол, спорт нужно разделять политикой? Марфа, это наш, наверное, последний шанс сейчас. Это такая возможность, что весь мир сейчас смотрит на Россию и возможность показать Россию с позитивной стороны. Потому что, да, конечно, политика даже в футбол, вообще в спорт прорвалась, да, и допинг. Допинг, Сочи. Мне очень жаль, мне очень жаль. Мое мнение такое, что ни в коем случае не бойкотировать. Мы все на этой земле в отношениях. То есть, да, люди друг с другом, страны друг с другом. Если мы в отношениях прерываем диалог, если у нас какой-то конфликт, что принесет, что мы будем друг друга бойкотировать? Диалог нельзя прерывать никогда. Сегодня, как ты знаешь, 22 июня, 1041 год, 77 лет с начала Великой Отечественной войны. Грустное событие. Чему мы научились? Я не знаю. То есть, мне кажется, каждому надо ответить себе на этот вопрос. Я научился тому, что я обоих своих дедов не узнал. У каждого своя трагедия в семье, да, произошла. Но, что главное, и сейчас мы живем в очень хрупкое время. Очень хрупкое. Это может... Мое личное мнение, третья мировая война, она, в принципе, уже идет. Да, немножко на другом уровне. Но что мы можем сделать? Это для того, чтобы желание друг друга понять. Для того, чтобы друг друга понять, нужен язык. Не только язык, я имею в виду, иностранные языки, а тоже какой-то язык, готовность к этому коммуникации. Поэтому ни в коем случае не бойкотировать. И когда еще у нас были сейчас, да, Олимпийские игры в Сочи, сейчас у нас футбол, и что... И дальше, мне кажется, возможностей вообще не будет пока в ближайшие годы. Поэтому это сейчас шанс. Осталось сколько? Три недели еще, да, до конца. Но, к сожалению, репутация после Сочи была... Да. Я считаю, что ни в коем случае... Спортивная репутация России была точно... Не бойкотировать. И знаешь, что, Марфа, ради тех людей, которые умирают в России, которых убивают за то, что они борются за свои права, те, кто живы, но очень страдают, ради них не надо бойкотировать Россию. Они там. Вот такое мое послание. Спасибо, Ларс. Мне кажется, правда, очень хорошие слова и правильные. Я, наверное, с тобой по большей части согласна. Спасибо, что пришел к нам в студию. Спасибо, Марфа. Это был Ларс, автор, напомню, курсов русского языка в приложении Бабель, приложение, которое создано для изучения самых разных иностранных языков, не только русского. Спасибо, и мы продолжим через несколько секунд. Спасибо. 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 Спасибо.